Иди, Влад Орлов, сделай важный вид и слушай, потому что я тебе буду очень важные вещи говорить. А для всех я скажу, ты же Влад Орлов наш, из нашей школы, человек будущего, хомофутург. Вот кто вам помогает там все время, как правильно, если какие у вас вопросы, проблемы, к нему обращайтесь. К нему обращайтесь, он будет обращаться. Видишь, как я всех на тебя переключу, но я заметил. Все проблемы будешь решать. А теперь слушай, я тебе очень важную вещь скажу. Дело в том, что я только понял, что на самом деле здесь величайшее открытие формулы ФА. Формула ФА это значит, это вообще для физкультуры подбор режима автоматизации начатого действия. Это же для всех физкультурников, для волейболистов, для баскетболистов, кто в биатлоне, кто в триатлоне, кто штангисты и даже шахматисты. Потому что вот этот вот момент автоматизации начатого действия, формула автоматизации начатого действия, формула ФА. ФА легко запоминается. А я думала, ты про ноты говоришь. Да нет, какие про ноты, я говорю о величайшем изобретении. Вы представляете, например, многозадачность, да, вот мозг у нас, да, мозг. И есть много разных задач, или, например, когда много разных тем противоречивых, а их надо в голове все понять, согласовать несогласуемое, каким-то образом выделить сухой остаток, извлечь корень там, ну как положено, да, вот как математики там происходит. А вот теперь, почему я говорю формула ФА? Это формула автоматизации начатого действия. Вот для решения многозадачных задач, вот, например, тебе надо одновременно писать, одновременно петь, одновременно выступать, одновременно готовиться к соревнованиям, одновременно там разговаривать с мамой, одновременно там разговаривать с ребенком, и все это в голове нужно автоматически, чтобы автоматизировалась вот скорость автоматизации начатого действия, формула ФА, которую я раскрою через два дня. В первую очередь для физкультурников, потому что там вот дети, например, подбирают для себя индивидуальные упражнения, а учитель физкультуры помогает подобрать именно индивидуальные упражнения для ребенка, которые не требуют никаких усилий, это вообще-то открытие для ленивых людей. Даже ленивый сможет по этой формуле ФА делать такие чудеса, потому что мы все понимаем, что если какое-то физкультурное упражнение точно соответствует человеку в данный момент его применения, этого упражнения, то у него происходит взрывной эффект включения тонуса, снятия нервно-мышечных блоков, по освобождению сознания от страха, и он может подвиги совершать, а в спорте рекорды совершать, и при этом не тратить много энергии. Вот что такое формула ФА. Ты понимаешь сейчас? Это очень важный момент. Ты сиди, молчи, сделай серьезное лицо, как будто ты сразу все понял. Ну, конечно, ты знаешь, ты понимаешь. А вот есть люди, которые не понимают. Они не понимают, что такое скорость автоматизации начатого действия, особенно для решения многозадачностей, чтобы много-много разных задач решать одновременно, и чтобы мозг мог быстро переводить эти задач по критерию скорости автоматизации начатых действий. Например, я начал думать, как мне выступать, и пошла автоматизация этого думания. И сразу приходят ответы. Начал думать, как мне петь, и пошла автоматизация, значит, его желания. И сразу появляется осанка, появляется вот такой, я делаю такой, а у меня голос появляется другой. Да-да-да, интересно, да? А так у меня писклявый голос, а то вдруг я могу даже басом спеть. Сейчас, 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 пасом, да? Вот, развеселил. Да, это хохмы все. Но формула ФА, это серьезно. Это открытие формулы скорости автоматизации начатого действия для подбора индивидуальных физкультурных упражнений от ребенка до взрослого, а индивидуальность, это синхронизация действий с текущим состоянием, это взрывные эффекты, это научное чудо. А когда за пять минут вы можете делать такие большие вещи, не тратя обычной энергии. Вот так вот. А ты теперь помогай всем, и они тебе будут все в школе спрашивать, раскроем нам эту формулу, спой нам там басом, а Лив хотел басом спеть, а у него получился не бас, а писклявый голос, а ты скажешь, а я знаю формулу ФА, я уже сейчас все покажу. Да-да-да-да. Ну вы все поняли, кто ко мне в гости пришел? И вам, друзья, мой афоризм. Когда я с друзьями, я снова как дома. Манипулируй, вы не думайте. Мы ели шоколад, шоколад, шоколад. У меня, во-первых, вот такой. А Влад, покажи свой. Там вот. У него вот такой. Ну это не реклама Бабаевского. Не реклама вот эта. Понимаешь, на самом деле это шоколад. К чаю маленький. Вы особо сладостями не занимайтесь, потому что райские зоны мозга предназначены для того, что когда человек сделал какое-то усилие, получил какой-то результат, и там включается эндорфин. А если вы это заменяете сладостями, то вы меняете компас мозга и выпадаете из правильного пути развития. Поняли, да? Меньше сладостей, пожалуйста. До встречи.